За 10 месяцев 2023 года на территории республики зарегистрировано 331 дорожно-транспортное происшествие. Что стало причиной, какую профилактическую работу проводят сотрудники автоинспекции, рассказал начальник отдела ДПС Управления ГИБДД МВД по Карачево-Черкесии Биаслан Семенов. Альбина Ламкова продолжит. Жизнь и здоровье граждан всегда в приоритете. Именно поэтому ведется постоянная и серьезная профилактическая работа по предотвращению дорожно-транспортного происшествия. Несмотря на то, что каждое конкретное ДТП представляет собой случайное явление, статистический анализ большого объема информации позволяет находить общие закономерности их возникновения, учитывая показатели аналогичного периода. Так, за последние 10 месяцев 2023 года на территории республики зарегистрировано 331 ДТП. В 2022 году было 373, это у нас уже идет снижение. В которых погибло 55 человек, в 2022 году 67, это идет с минусом у нас на снижение, так как эффективность увеличивается. При получении ранения различной степени тяжести 405 человек, в 2022 году 494. Основными видами происшествия являются столкновения 137, в 2022 году 156 было. Съезд с дороги часто допускается, особенно как похолодало. Исследование причин, обстоятельств и условий совершения дорожно-транспортных происшествий играет огромную роль для разработки мероприятий по предупреждению аварийности на автомобильном транспорте. Любой ДТП – это во всех случаях лишь следствие, которое имеет свои причины. Основное – нарушение водителями правил дорожного движения. Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части – 75 фактов. Нарушение скоростного режима – 58. Несоблюдение очередности проезда перекрестков – 51. Выезд на встречную полосу движения, в том числе в местах, где это запрещено – 39. Управление автотранспортными средствами в нестрезвом состоянии – 25. Неправильный выбор дистанции – 20 фактов. Несоблюдение бокового интервала – 17. Нарушение правил проезда пешеходов – 15. Помогают фиксировать нарушения в области обеспечения безопасности дорожного движения в радиусе нескольких километров беспилотные летательные аппараты. Квадрокоптеры используют на территории региона на постоянной основе. Еще стоит отметить, что от ответственного поведения водителей на дороге зависит жизнь окружающих, сказал Биаслан Семенов. Из вышеперечисленных наиболее опасным правонарушением остается управление транспортным средством в состоянии опьянения. Руководство Министерства внутренних дел принято решение о усилении несения службы с привлечением других служб Министерства внутренних дел. Это, получается, у нас участковые полномоченные, оперативные сотрудники, разбавляем наряд госавтоинспекции с различными службами. Сплошные массовые проверки водителей на предмет наличия у них признаков опьянения, регулярные рейдовые мероприятия направлены на выявление лиц в состоянии опьянения. Еще одним из участников дорожно-транспортного происшествия часто становится животное, как дикое, так и домашнее. Оно на дорогах нередки гость. Несмотря на проводимые профилактические мероприятия, проблема нахождения бесхозных животных вдоль проезжей части на сегодняшний день остается нерешенным. Большее количество дорожно-транспортных происшествий на территории Карачаева и Черкесской республики имеют место в Зеленчиковский район, Карачаевский район, Адыгехабльский район, Хабетский район. Проводятся профилактические мероприятия, направленные на пресечение предупреждения владельцев, собственников животных. Внимательность к друг другу и взаимоуважение способны снизить количество ДТП, отметил Беаслан Семенов. Уважаемые жители и гости Карачаева и Черкесской республики. Убедительная просьба соблюдать правила дорожного движения, учитывая погодные и метеорологические условия. Не забывайте, что вас дома ждут. Альбина Ламкова, Олег Молхожев, Вести, Карачаева, Черкесия.